добрый день с вами ирина богнёк и канал усадьба бакеры прошла неделя после высадки 1 рассады в парник наш в теплую грядку и парник и вот сейчас я вам покажу как что выглядит и что здесь изменилось значит начнем мы вот с этого уголка здесь была посажена тыква чувствует она себя замечательно вот вырос новый лист этот листик было он вырос вырос еще новый и там еще то есть выглядит она хорошо единственное у нас есть слизни маленькие такие бывают крупные у нас маленькие полевые слизни и вот они съели вот листик семидольный и один самый первый если его видно вот все что от него осталось вот вот съели его вот но в принципе тыква не очень пострадала от слизней так как уже большая вот с огурцами оказалось хуже значит один огурец вырос выглядит хорошо и начал расти а тут был съеден в первую же ночь вот поэтому теперь огурцы я посажу уже чуть чуть больше и проросшие это было именно проба не замерзнут ли поэтому они были вот тут посажены следующие посажу они подрастут есть уже подросшие наверное сегодня высажу парочку значит а слизни мы попытались как есть совет закопать какую-то емкость налить туда пиво и вроде как они должны прийти ну то ли полевые слизни не любят пиво в общем ни один туда не пришел поэтому на следующий день были куплены гранулы которые они должны по идее есть и не есть мои растения вот вот сегодня ночью не съели ни одного листика предыдущие несмотря на гранулы все-таки немножко листики ели ну в общем как бы теплолюбивые два растения пережили неделю очень хорошо минуса у нас конечно не было но все равно у нас были дожди было то 25 то было дождь и ветер то есть такая довольно разная температура и парник защищал не столько от холода сколько от ветра потому что в нем дырочки он не так сильно колышется и даже некоторые дни по полдня была закрыта так теперь покажу что у нас вот помидор который был посажен ровно неделю назад тоже у него он начал расти листики есть и новые в серединке и подросшие бархатец этот вырос замечательно почти почти в два раза вот он вот хорошо а здесь бархатец был съеден полностью слизнями как оказалось бархатцы они тоже любят я как-то не думала об этом что их они могут съесть но был съеден поэтому все что дальше было посажено все обсыпано сразу гранулами от слизней вот значит дальше в течение недели я досаживала еще помидорки вот и вот между ними всеми бархатцы бархатцы улучшают и вкус самих плодов уже томатов и в то же время цвет когда цветут у них определенный запах они отпугивают многих вредителей поэтому бархатцы сидят вот так вот вдоль всего редко будут бархатцы вдоль между помидорками так помидоры у меня как видите довольно близко друг между другом на маленьком расстоянии это потому что здесь во-первых сорта в принципе невысокие и не особо большие во вторых это разные сорта значит вот этот и вот этот возле шпалер это будут держаться на них это кусты будут где-то вот такого уровня до сюда это максимум а то может и и ниже вот а вот эти между ними два это маленькие это черри такие продолговатый красненькие черен они небольшие кусты поэтому как раз тут будет маленький куст черри а этот пойдет ввысь и им будет хватать место так следующие вот был посажен самый самый первый перец из-за того что иногда жарко было он немножко подгорели листики но это не очень страшно потому что в пазухах уже есть новые зачатки листьев они будут расти перец у меня уже цветет вот этот был посажен уже с цветком почти раскрывшимся все остальные были посажены с цветками которые только-только вот были и вот сейчас уже этот раскрылся вот этот раскрывается вот постепенно я их высаживаю опять же не все сразу сначала одну по один попробовала как перенесет ночь потом следующий и вот следующий а по этому краю посажены календулы они тоже привлекают насекомых своим цветением поэтому я их вот посадил я их выращивала как рассаду мне так было проще а можно и посеять семенами они потом прорастут она всходит довольно легко вот дальше будем также постепенно высаживать о чем я расскажу вам в следующих роликах как и что происходит а вот наша часть которая не укрывается тут тоже как видите вот небольшая но уже хорошая редиска вот такая салат мы постоянно едим и в то же время он вот хороший уже этот красный мой любимый подрастает уже можно будет на днях его срывать петрушка выглядит тоже уже уже как петрушка они просто маленькие побеги вот в этом месте салат будет потом во первых он съестся потом остаток будет убираться поэтому я заранее вот на этой неделе пару дней назад посадила вот тут вот рядок морковки конечно вблизи с петрушкой и там будет еще помидор еще что-то будет она не вырастет крупной но так как я ее сажаю много в разных местах где-то будет крупная где-то будет маленькая мы ее выдергиваем маленькой едим просто так поэтому чем ее будет больше разной тем для нашей семьи лучше вот пока она взойдет почти две недели проходит потом пока она подрастет салат будет убраны и будет здесь местечко так что вот так выглядит наша грядочка пока что мне все нравится единственное вот эти пара слизней которые нам немножко попортили наши посадки но но все-таки немножко гранулы действует то есть сейчас вот я уже не вижу чтобы они их ели и сама лично видела как они эти гранулы едят то есть если им встретилась гранула значит он вряд ли уже дойдет до листика вот через недельку планирую показать вам дальнейшее развитие и так можете наблюдать в течение лета в надеюсь до самых урожаев наших замечательных растений все удачи вам подписывайтесь на мой канал заходите на сайт bagira.cz буду всем рада